Здравствуйте, меня зовут Слепцов Николай, я представляю работу влияния метамона 101-102 на свойства и структуру полиэтетрафторотилена. Актуальность исследования обусловлена перспективностью улучшения материала деталей трения в технике, работающих в экстремальных условиях. Я принимал участие в подготовке материала и статистическом анализе материала. В качестве матрикса мы использовали тефлон, поскольку он обладает низким коэффициентом трения и сохраняет свои свойства в широком температурном интервале. И в качестве наполнителя мы использовали метамон марки 101-102, поскольку его наночастица однородна, что увеличивает механические свойства композита. Механические свойства композита могут увеличиваться благодаря уплотнению молекулы, однако они уменьшаются из-за роста менее совершенных структур и повышения жесткости молекулы. Коэффициент трения мы определили на трибометре, он почти не изменяется, и скорость массового изнашивания мы рассчитали по формуле. Благодаря методу ДСК мы определили температуру и теплоту плавления, она почти не изменяется. И также рассчитали степень кристалличности. Она увеличивается с содержанием метамона, поскольку он служит зародышообразователем и центром кристаллизации. Как вы видите, содержание 2% мариланита создает образец с более гладкой поверхностью. Вы видите надмолекулярную структуру образцов. Деформационно-прочностные характеристики композитов снижаются по сравнению с исходными, что характерно для тефлона и зависит от влияния наполнителя на гибкость и конформационные изменения. Использование слоистых силикатов в качестве модификаторов полимерной матриксы способствует значительному улучшению триботехнических характеристик. Отмечается снижение массового изнашивания до 93 раз. При введении наполнителя происходит изменение в морфологии надмолекулярной структуры ПКМ. Существенное изменение кристаллизации приводит к образованию различных надмолекулярных структурных элементов. Поверхность трения с высокой износостойкостью ПКМ с содержанием 2% метамона имеет более гладкую поверхность с мешшей шероховатостью. Формирование на поверхности трения слоя силиката способствует снижению коэффициенту трения. Спасибо, до свидания.